Больше 160 рабочих Тургусунской ГЭС на востоке страны несколько месяцев не получают зарплату. Компания задолжала наемному персоналу больше 30 миллионов тенге. По словам работников, подрядчик не перечислял финансы в пенсионный фонд и фонд социального медстрахования. В ситуации разбирался Вячеслав Витлугин. В 2016-м строительство Тургусунской ГЭС по соседству жители села Порыгина восприняли с воодушевлением. К большой стройке подключились сотни безработных сельчан. Четыре года они стабильно получали зарплату и были уверены в завтрашнем дне. Надежды на лучшее, как и деньги, закончились весной 2020-го. Несколько месяцев люди сидят без зарплаты. Мы в апреле месяце получили, по-моему, там за февраль, за январь, февраль, март. После этого вот дожили, как говорится, до мая. И с мая месяца у нас вообще ничего нет. Никакой зарплаты, ни одной копейки. Вот так и живем. По словам рабочих, зарплату вот уже больше полугода не получают 160 человек. Впрочем, трудовой спор. Рабочие, говорят, пытались решить мирно. Все претензии к работодателю изложили в коллективном письме. В итоге оформили заявление в прокуратуру и местный Акимат. Писали и в прокуратуру, везде наши люди писали все без ответа. Потому что боятся, боятся. Не дождавшись официального ответа чиновников, многие начали собственное расследование. Взяли справки с пенсионного фонда. Выяснилось, в нем нет части зарплатных отчислений. В фонде социального медстрахования тоже. По факту, высчитывают ежемесячно, а его нет у пенсионного. То есть деньги не поступают? Не поступают деньги на пенсионный фонд, а высчитывают, высчитывают. Здравствуйте. Я Виктор Севитов. Скажите, пожалуйста, какой мне долг сегодня, на сегодняшний день, в данный момент? На 200 тысяч 6. 200 тысяч? 552. Это мой долг на сегодняшний день в магазине? Да. В положение оставшихся без зарплаты сельчан вошли продавцы скромного сельмага. Товары им давно отпускают, своеобразный кредит под расписку. Виктор Иванович давно должен, и он не может рассчитаться, что делать. Мы месяц не даем ему продукты. Почему? Потому что, ну, долг большой. А обещают, 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 и не дают, и не дают. Что делать? Как вот он с ребенком, с подросткой, ему надо одевать и обувать. А вот сколько человек у вас таких? Ну, у меня человек 10, наверное. О финансовых трудностях наемных рабочих заказчики строительства частной Тургусунской ГЭС знают. Предприниматели поясняют, вся проблема в фирме-субподрядчике, которой выплатили 6 миллиардов тенге. В эту сумму входили траты на укрепление конструкции плотины и оплату труда нанятого персонала. Чтобы расторгнуть с этим подрядчиком мне договор и найти заключитель с другим, мне потребуется не менее там полугода. К сожалению, время упущено. Все эти проблемы начались именно последний год. Мы ведь работаем с 16-го года, как договор был подписан. А проблемы начались именно к концу строительства. В региональной инспекции охраны труда обещают разобраться в ситуации и в ближайшие дни добиться погашения задолженности перед рабочими. Взысканием долгов субподрядчиков сейчас занимаются частные судебные исполнители. В ближайшие 2-3 дня 161 человек получит свои заработанные деньги, в крайнем случае до конца недели. Саму же Тургусунскую ГЭС с проектной стоимостью в 13 миллиардов тенге планируют достроить к апрелю 2021 года. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пыхтин. Восточно-Казахстанская область. Хабар, 24.